Ребят, я обещала показать своей подписчице, какие у меня помидорки уже дома. Вот такие вот тири. Вот помидорка, вот помидорка. Тут еще, по-моему, где-то... А, нет, две только помидорки. А второй куст у меня что-то, видите, заболел. Я не знаю, что с ним стало. Моего землю вроде все нормально, и удобрения делали, и все. Вот так вот он болеет. Тут еще перцы, может, оставила несколько штук на окне, будут выращиваться. А так все нормально. Всю рассаду уже вынесли, кроме вот крапивы у меня тут осталось. И еще один цветок тоже заболел, поэтому уж его не буду показывать. Но вот крапива разрослась вообще сильно. Я хочу ее немножко подрезать, подкромсать и выровнять. Сейчас зашла с огорода. У меня загрузилось, наконец-то, видео с распаковкой тики-тек. Ну, вот, который вы уже посмотрели. Я его сейчас буду выпускать, просто доделывать. Еще немножко, ребята, осталось. Некогда снимать. Быстро все отсадимся. Потом я уже вам засниму, расскажу, где что у меня посажено, где что стоит. Поэтому не обижайтесь, но времени пока вообще нет. Мы сможем на огороде все одно делать, я другое делаю. Тут уже пять грядочек отсадила перед окном, которые в том году садила. Помните, там прокопали у меня нынче. Много опять замерзла клубники. У меня нынче замерзли несколько кустов со смородиной, которую мы в том году посадили. Я не знаю только, какие красные или черные. Я надеюсь, что красная не замерзла. Я очень хочу развести красную смородину, но у меня пока... У меня всего их было два или три кустика там небольших. Но муж перепутал, куда посадил их, не помнит. А в том году на них ягод не было. Поэтому я очень надеюсь, что у меня красная смородина не вымерзла. Так. Хочу еще потом деньги получу, купить. На рынке у нас привозят иногда смородину. Ну, кусты, короче говоря. И хочу купить красную смородину. Угу. Так, все, мои хорошие. Я сейчас монтирую видео, выпущу. Вам желаю приятного просмотра. Ну, вы уже посмотрели, хотя. Не забывайте писать комментарии и ставить лайки. Если будут лайки, это будет хорошо. Всем желаю всего самого хорошего. И всем хорошего дня. Так, мои хорошие. У меня время вечера. Я в духовочку поставила делать рыбку в фольге. Буду делать, как запечется. Потом покажу, что получилось у меня. Там мне муж пару грядок сделал. Я сейчас пойду посажу эти еще пару грядочек. И пока у меня рыба будет запекаться в духовке. Сегодня мы делали макарошки с мясом уже. Съели. На вечер хочу сделать кашу или рис, что-нибудь приготовлю. И с рыбкой. Вот последний раз брала в фикс-прессе вот такую вот фольгу. Большой рулон, кстати, толстая, хорошая фольга. Вообще прям мне нравится. Прям толстая-толстая, прочная фольга. Теперь буду всегда ее брать. Такую. Прям понравилась она мне. Она, конечно, не из дешевых, но она классная. Ладно, дорогие мои друзья, у меня время вечер. Пойду я посажу пару грядочек еще. Дорогие друзья, Маш, ну сядь. А что, меня видно? Так, конечно, видно было. Ну, что ты как это? Моя башня. Она в шортах, если что. Она не в трусах, не пишите глупости. Маш, расскажи, что сейчас будем делать? Играть в монополию. Да, у нас есть вот такая вот монополия. Мы ее покупали. И вот будем сейчас играть. У нас черемуха тут за окном. Красиво цветет. А время уже вечер. Да, Марина, Марина лохматая вся. Хорошо, подожди, Оксана, подожди. Покажу. Это я когда-то с рук покупала эту игру. Она так-то новая, очень дорогая. Будем сейчас играть. Егорка, я... Марин, подожди. Тут четыре вот такие вот фигурки. Два кубика. На, Егор, распечатывай пока. Сама вот эта вот постамент, или как его назвать? Игра, карта, да. Вот такая вот она. Видите, вот такая вот большая игра. Ну, все, в принципе, знают. Егорка, подвиньте на себя, пожалуйста. Дальше, что здесь? Это вот такие вот штучки. Это каждому дается игроку. Потом сама вот эта вот инструкция. Да. Фишечки вот такие вот здесь. Потом карточки с заданиями, денежки. Короче, тут целая куча всего. Какая маме досталась? О, Эйфелева башня. Ребят, куда... А, не Эйфелева. Это как, куда, статуя, да. Свободу вот такая вот. Да, ребят, просили показать маникюр. Вот вон мой маникюрчик. Суперский. Уже отрос, конечно. Ну, в принципе, вот так вот. Все, сейчас мы будем начинать играть. Да, Марин, все понятно. Так, давайте сначала разберемся, где что деньги, да, делать. Сейчас, короче, разберемся и будем играть. 200. Оканчивай, можешь прочитать. Ну, потом, ладно. Короче, первый ход я сделал, и я сразу в тюрьму попала. Но не везет мне по жизни. 7. Вот так вот играем у каждого тут свои фигурки. Напишите, чем вы вечером занимаетесь. Вот, Егор, читай. Да, Марин. Да, у Машки смешной. Тут такие вот. Куда деньги забрала? Это Егор надо срубить. Зачем? Плюс 100. Ты зачем из банка воруешь деньги? Нет. Маша, да что такое из банка деньги ворует? Первый класс. Вы должны купить первоклассный штамп или выставить Егор на аукцион. Чтобы его купить, заплатите 100 этих и положите штамп в паспорт. Я должен купить. Ну, ты должен купить вот такую вот одну штучку, да? Да. Короче, мы по ходу игры сразу разбираемся. Дай мне 100 баксов, я тебе дам. Если не хотите Егор покупать, тогда у меня минимальная ставка 20. Мама! Марин, тихо. Будешь кричать? Тихо. Короче, ладно, играем, ребята. Напишите, чем вы занимаетесь, да, Маша, вечером? Какие игры еще интересные можно купить? Всем добрый день, дорогие друзья. Я грязная вся, поэтому уж извините. Ничего не снимала, потому что грядки сажу пока некогда было. Помидоры еще высадила некоторые. Сейчас муж уехал в город за удобрением для картошки. Нам посоветовали тут в лунки кидать его. А, грязными руками торот вытираем. И будем картошку садить. Мы достали уже нашу картошку. Я пока грядками занимаюсь дальше. Грядки, прополка, удобрение, все вот это вот, подвязка, все. Короче, все такое. Поэтому времени нет особо снимать. Как все отсажусь, потом вам все покажу. Так что, всем хорошего дня. Вот мы достали картошку нашу. Такая вот. Будем садить ее. У нас Маша вчера весь вечер была дурочкой. Дурака играли, она весь вечер проигрывала. Егор, сади сюда. И сейчас мы решили, Маша хочет отыграться. На Маше. Ну, никак не получается. Вчера четыре раза осталась в дурочках. Ладно, поиграем немножко. Потом дальше на огород пойдем. У меня там помидоры посажены. Мама. Да. Мама. Ау. Куда я выпал? Машка писала, я смог ее мать. Молодец. Ладно, играем. Ничего, мама мне... Да. Ваня тут качается. И так же у нас Василиса вышла. Кс-кс-кс-кс-кс-кс-кс. Мы тут дверь закрыли. И там вот Вася на койке сидит. Наверху. Где она там? Вон там где-то она залезла, спряталась. Не могу ее там, ребят, вам достать. Кс-кс-кс-кс-кс-кс-кс-кс-кс-кс-кс-кс-кс-кс-кс-кс-кс. А вон она. Вон она уже на полке сидит. Смотрите. Пристроим, мы тут ее выпускаем. Она у нас гуляет здесь. Василиса! Маша полезла к ней Васечка Она там балдеет на матрасе Летом хотят ребятишки здесь спать в пристрое У меня там за пятку Феликс Маша укусил Да, Васе нравится здесь Ну вот видите, там щели и она выбегает Вот там вот щель, она выбегает на улицу Поэтому мы ее всегда тут караулем Строго-настрого Все, побежала О, наша сумасшедшая киса Мама, пойдем под столом Пускай под столом, пускай Василиса, Василиса Мама, я печешку сделаю Телефон у меня мозги компасирует, заедает Ай, там и Феликс уже бегает Машка, подзови Феликса немножко, пальчиком так по полу постучи, он под диваном Под диваном Да Э, Василиса тут и караулится Хе-хе-хе-хе, Вася играет Хотя убежала Вася И знакомьтесь, это наш Феликсик Оксана, сидит рядом с Феликсом где-нибудь И скажи, пожалуйста, в какой день появился Феликс? Да, мы Оксане на день рождения вот такой чудесный подарок сделали Но мы его вам не показывали, потому что ему тогда был всего лишь один месяц Он очень маленький был Он родился у нас 9 марта На тот момент, когда мы принесли ему полтора месяца было Он очень маленький был, мы его вам не показывали Сейчас он забольственники Он у нас, видите, забегает, прыгает, скачет, играет довольный Я знаю, что сейчас по поводу корма вы мне напишите Ребята, хозяева первые начали этим же только мясом таким кормить Да, ребят, у нас появился еще один котенок Сейчас он уже большой Март, так, апрель, май, июнь 9 июня ему будет 3 месяца Вася прибежала, да, Василиса? Давай поцелуемся, давай поцелуемся Глаза такая, везде лезет И поэтому мы вам его не показывали Но появился он у нас в Оксане день рождения Взяли мы его за полторы тысячи Он у нас хороший, да, я покажу его поближе Ну, нет, уже все слышали, видели, что его Вот такой вот он у нас, это мальчик Зовут его Феликс Просим любить и жаловать, да, скажи, Феликсик? Да? Да? Василиса, на Вася первое время на него очень сильно рычала Это вообще, да, Маша? Помнишь, как он это? Она его и била, и рычала Сейчас они друг друга любят Она его и моет Она бывает и с ним дерется, да? Вась, ну что ты жопой своей повернулась так под пищей? И Феликс тоже жопой повернулся Так что вот такие вот ребята у нас дела Вася своим хвостом виляет А она в зеркало на себя смотрит Она очень любит на себя в зеркало Ой, а Феликс туда ушел куда-то Пойдем я тебя на пол спущу Ты гулять хочешь по полу? На пол? На пол На руки его мы не берем Так что Вася себе выращивает мужа Да, Вася, скажи, чтобы мой характер, скажи, был такой же Она себе выращивает мужа Она у нас девочка умная, хорошая А то нам некоторые написали У вас Василиса родила? Нет, ребят, Васю мы ни с кем еще ни разу не обгуливали Она для него будет единственная Да, так что вот так вот Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!